1 октября в нашей стране стартовала программа добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Планируется, что благодаря программе в Беларуси увеличится благосостояние граждан пенсионного возраста. Все детали сегодня обсудим с Екатериной Лихачевой, заместителем управляющего фонда социальной защиты населения, Министерства труда и социальной защиты. Екатерина Геннадьевна, доброе утро. Доброе утро. Получается, что теперь у беларусов две пенсии будет, правильно? В принципе, да, правильно. Начиная с 1 октября, как правильно вы сказали, текущего года заработала новая система Добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Какая ее особенность? Данная система предусматривает софинансирование государства в накоплении дополнительной пенсии. Поэтому, да, если гражданин, работающий гражданин, изъявляет желание участвовать, то по достижению общеустановленного пенсионного возраста он будет иметь право на получение двух пенсий. То есть, как я понимаю правильно, раньше как было? Мы просто все, все денежки идут в один мешок, условно, и распределяются среди тех, кто сейчас уже на пенсии. То есть, вот мы платим, да, с нашей зарплаты в фонд социально-защитное население, он идет нынешним пенсионерам. А вот эта дополнительная пенсия, она будет накапливаться на нашем каком-то счет, будет дополнительная, она там будет копиться, правильно? Да, правильно. У нас солидарная система пенсионной в Республике Беларусь. Правильно, работающие граждане уплачивают взносы, и в текущем периоде эти взносы формируют пенсионные выплаты нашим пенсионерам. Но ваши пенсионные, ваши взносы, которые вы уплачиваете, они все равно влияют на будущую вашу пенсию, на ее размер и на право на трудовую пенсию. Да, накопительное пенсионное страхование, это немножко другая система, это каждый гражданин, который изъявляет желание в ней участвовать, направляет отчисление от своей заработной платы на накопление пенсии, и вместе с ним государство формирует ему данную пенсию, и в дальнейшем, да, после достижения установленного пенсионного возраста, согласно указу президента, либо 5 лет, либо 10 лет он вправе получать данные накопления. То есть это как будто копилка получается такая, куда мы денежку потихонечку направляем, направляем, она там работает, увеличивается, не обесценивается просто так, а потом нам ее выплачивать, правильно? Да, вы правильно отметили, что это копилка, но это та копилка, которая у нас капитализируется. И которая пополняется и самим гражданином, и работодателем. Кто сколько платит? Как это работает? Начнем с чего? Кто может участвовать? Наверное, я вам расскажу немножко историю. Участвовать может любой работающий гражданин. Работающий гражданин – это человек, который работает по трудовому договору, либо гражданско-правовому договору. Договор подряда, да? Да, договор подряда, все правильно. Вторая особенность – данному гражданину должно до общеустановленного пенсионного возраста быть не менее 3 лет. То есть женщина 55, мужчина 58 лет. Данный гражданин обращается в страховую компанию Стравита, заключает договор, и договор представляет своему работодателю. После этого он начинает участие в системе. Начиная участие в системе, он определяет, какой он хочет выбрать для себя процент участия. Этот процент может быть до 13% в целом. Сколько от зарплаты будет денег на этот счет перечисляться каждый месяц? Правильно, да. Сколько будет перечисляться. И общая сумма процента, может, не должна превышать 13. Из них от 1 до 10% – это проценты работника, то, что будет непосредственно удерживаться заработной платой. И 3% – это проценты работодателя, которые полностью финансируются за счет средств бюджета Фонда социальной защиты населения. Если просто, то мы до 3%, если решили от своей зарплаты отдать, то столько же отдаст и работодатель. А если мы, например, больше 3%, то работодатель все равно отдаст 3%, а мы уже большую какую-то часть от своей зарплаты. Все правильно, да. Поэтому системой называется 3 плюс 3, потому что это на сегодняшний день самый популярный процент. А вот если человек решил подключиться к этой программе, а через полгода передумал, может ли он расторгнуть этот контракт? Нет, заключая договор, договор заключается один раз до общеустановленного пенсионного возраста. Почему он не расторгается? Потому что какие-то средства уже накоплены, и они капитализируются, капитализируются, капитализируются. Но каждый гражданин вправе приостанавливать свое участие. Приостанавливать участие можно бесконечное количество раз, хоть через месяц, можно сказать так. И просто он обращается в страховую компанию Стравита, пишет заявление о приостановке, Стравита его визирует, и данное заявление, копию его, отдает своему работодателю. После того, как он его представил, с первого числа месяца следующего договор участия приостанавливается. Потом при желании продолжить данное участие, точно так же обращается в Стравиту и предоставляет такое же заявление своему работодателю. Поговорим немножко о грустном. Все мы знаем, что если что-то случается с человеком, все мы живые существа, то пенсия тогда уже, ну, по сути, не выплачивается человеку. Вот если, не дай бог, трагедия случится, эти деньги, которые копились, они тоже сгорают или нет? Нет. В отличие от действующей пенсионной системы, это вот такая вот тоже первая инновация в нашей стране, когда средства вроде бы государство участвует, но они наследуются. То есть все то, что накопилось гражданин, если вдруг он не доживает до общеустановленного пенсионного возраста или в каких-то частях уже начинал получать свою пенсию и скончался, то данные средства, оставшиеся на счетах, в том числе и средства, которые вложило государство и с учетом капитализации, единым платежом выплачиваются его наследникам. Вторая ситуация, когда досрочно выплачивается накопленная сумма, это когда гражданин становится инвалидом первой либо второй группы. А в чем преимущество этой программы для нанимателей? Есть ли они вообще? Преимущество для нанимателя? Ну, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день существуют социальные пакеты у организаций, когда наниматель сам направляет свои непосредственно средства для накопления пенсии своих работников или какие-то другие виды страхования. На сегодняшний день он вправе поменять вот этот, можно сказать, путь и предоставить право участия непосредственно своему работнику и тем самым, можно сказать, снизить свою финансовую нагрузку для своей организации. Ну и самый главный вопрос. Деньги-то хранятся и в белорусских рублях? Мы знаем, что рубль укрепляется, то нет. Бывает, это живая экономика. Что с денежками происходит, когда они хранятся? Вы говорите, что идет капитализация. А сколько процентов? Как это происходит? Капитализация идет ежемесячно. Ежемесячно на ставку рефинансирования. Это обозначено на сегодняшний день в указе. И плюс бонус, который зарабатывает страховая компания, которую она непосредственно распределяет для своих застрахованных граждан. Но если говорить о том, что обесцениваются деньги, то надо обратить внимание на то, что мы с вами, принося в страховую компанию, ну, грубо говоря, 50 рублей, у нас на счету получается сразу 100 рублей. То есть если мы выбираем систему 3 плюс 3. И эта сумма капитализируется уже в полном объеме. Поэтому можно посчитать, и я думаю, что инфляция не догонит такой масштаб, который вкладывается работникам и непосредственно государству. Так, друзья, попытались мы сегодня разобраться в сложном вопросе, но я знаю точно одно. Две пенсии – это лучше, чем одна. Хороший вывод. Спасибо большое. Мы напомним, что у нас в гостях сегодня была Екатерина Лихачева, заместитель управляющего фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо и вам.